Бельгия, которая после прошлого обновления рейтинга выиграла крупно два матча, удерживается на первой строчке 1746 очков. Команда Азара имеет на данный момент 4 победы к ряду. Напомню, что эта страна после чемпионата мира возглавляла таблицу футбольных стран. И это продолжается уже 9 месяцев. В этом выпуске мы посмотрим положение команд, которое было год назад. Бельгия была тогда третьей. Франция один поединок выиграла, а вот во втором была бита Турция 2-0. Место команды Дешама осталось неизменным 1718 баллов. В июне 2018 французы занимали седьмую строчку в рейтинге. Будущие матчи европейских коллективов запланированы аж на сентябрь. Следующее место принадлежит команде из Южной Америки, Бразилии. Она набрала 1681 пункт. Ребята Тите за год потеряли одно место. А вообще, эта первая тройка команд не меняется с августа 2018. Официальных матчей у Пента Кампиона не было. В июне подопечные Титы обыграли в контрольных матчах чемпиона Азии Катар и Гондурас с общим счетом 9-0. Как вы знаете, бразильцы готовятся к Кубку Южной Америки, где выступят вместе с Катаром. Про расписание групп, кто попал к бразильцам, аргентинцам, а также расписание турнира, предлагаю ознакомиться в отдельном выпуске. Ссылка будет вверху и в описании. На четвертой строчке Англия. Эта сборная выступала в Лиге нации, где уступила в овертайме и выиграла в поединке за третье место. Она проигрывает третьему коллективу 94 очка. Команда за счет успешного выступления на Мундиале приобрела плюс 8 позиций. И вот первый сдвиг. Португалия на пятой позиции. Прогресс плюс 2 места по сравнению с прошлым обновлением рейтинга. А вот самый большой подъем в этой таблице зафиксировал отметку плюс 9. Команда Сантоша стала первым обладателем Кубка Европейской Лиги наций. Победа в полуфинале над швейцарцами и финале над голландцами. Отставание от лидера сокращено до 115 очков. Если окунуться в историю, то коллектив Сантоша до чемпионата мира и после него входил в топ-10 и даже занимал четвертую ступень. Сейчас у Хорват 1625 баллов. Команда второй рейтинг подряд теряет по одному месту. В июне у финалистов чемпионата мира был один официальный матч. Они одолели 2-1 Уэльс и с таким же счетом уступили Тунису в товарищском поединке. Хорватия летом 2018-го была и вовсе на 20-м месте. Испанская дружина, как и португальская, поднимается на два этажа 1617 очков. Коллектив Энрике добился двух побед и увеличил свой выигрышный отрезок до пяти поединков. Где была Фурия Роха в июне 2018-го? Тогда она потеряла две строчки и опустилась на 10-е место. В топ-10 входит еще один представитель южноамериканского футбола Уругвай. Команда восседает на восьмой ступеньке. Проигрывая Испании 2 очка, 1615 баллов. Уругвай потерял 2 места, но столь высокие позиции коллектив получил после чемпионата мира. До этого уругвайцы были и вовсе на 14-м месте. У подопечных Оскара Табареса был только один матч в июне, да и тот аварийский. Панама была разбита 3-0. Следом расположилась Швейцария 1605 баллов, минус одно место. Сборная потерпела два поражения и оба в Лиге наций, оставшись без медалей. Эта страна давно входит в первую десятку сильнейших команд. В июне прошлого года они были на 6-м месте. Дания продолжает удерживать 10-ю позицию. Она с апреля никуда не сдвигалась, зато за последний год приобрела плюс 2 места. В июне сборная, чья столица Копенгаген добилась первой победы в 2019 году, а также сыграла в ничью в отборе на чемпионате Европы. Сборная Германии прогрессирует. Для фанатов хотелось бы больше и стремительного подъема, но пока что два этажа вверх. Команда отстает от Дани на 7 очков. Для тех же фанатов может защемить внутри, ведь год назад Бундестим был первой сборной в мировом рейтинге. Команда Йохималева дважды победила. Хоть мы прошли уже первую десятку, дальше есть любопытные команды. Аргентина, чего добилась она? В двух товарищеских встречах были повержены Никарагуа и Марокко с общим счетом 6-1. С прошлого обновления таблицы коллеги Месси, который, кстати, оформил дубль в ворота Никарагуа, никуда не перемещались. Зато за год их провал составил минус 6 мест. Так как у Германии и Аргентины равное количество очков 1582, они делят вместе 11 ступеньку. Колумбия на 13-м. За год прогресс составил плюс 3 позиции. Команда также вскоре стартует на Копа Америка, который наш канал должен освещать. Два контрольных поединка с Перу и Панамой закончились со счетом 3-0 в пользу Фалькао и компании. Вот еще интересно. Италия поднялась на 3 строчки, 1569 очков. Команда Манчини одержала 2 победы и имеет 8 матчей в беспроигрышную серию. Напомню, что в 2018 году они были на 19-м месте. Нидерланды, несмотря на поражение в финале Лиги Наций, поднялись. Также в июне у них победа над англичанами в Авертайме. Ситуация аналогична Аргентине и Германии. У итальянцев и голландцев равное количество баллов под 1569. За год команда Кумана поднялась 17-го места. Сборная Чили теряет одну позицию. Коллектив провел одну встречу с Гаити и выиграл 2-1. Чили будет выступать в одной группе с Японией, Уругваем и Эквадором. Те же ложи им будут на чемпионате Южной Америки. Летом 2018 года они восседали на 9-й строчке. 17-е место у Швеции, которая теряет сразу три ступени с апрельского рейтинга. А как вы хотели? Проигрываешь, теряешь позиции. Скандинавы уступили крупно испанцам, а также победили Мальту. Но победа над аутсайдерами по новым правилам засчитывает к рейтингу мизерные очки. Спортивный выпустил уже не один обзор на таблицу футбольных стран и не раз упомянул о выдающемся подъеме Швеции. Допустим, год назад она была 24-й. Мексика, по-моему, приросла к 18-й ступеньке. Сборную не пригласили на этот раз на Кубок Южной Америки. Зато через пару дней стартует Золотой Кубок Северной Америки. Подопечные Херардо Мартино в рамках подготовки к турниру провели два матча и оба выиграли у Эквадора и Венесуэлы. Сборная 7 своих последних матчей пересекалась только с южноамериканскими командами, уступив только Аргентине. Год назад мексиканцы были 15-ми. Польша, которая стремительно упала в последнее время, это было связано с неудачными выступлениями в Лиге нации, на этот раз приобрела одну позицию. 19-е место и 1550 пунктов. В этом году сборная идет без потерь. За июнь обыграны Израиль и Северная Македония. Прошлым летом поляки входили в топ-10, где держались за 8-е место. Второй десяток закрывает Иран, который по-прежнему остается в таблице сильнейшей сборной Азии, 1518 очков. Отставание от Бельгии составляет 228 баллов. Команда с Кубка Азии 5 месяцев не играла. В июне они собрались и выиграли у Сирии и с Южной Кореи сыграли ничью. Год назад Иран был на 37-й строчке. Далее Перу, они здесь же и были. А вот в 2018 году были 11-ми. Эта команда уступила в товарищеском поединке Колумбии и выиграла у Коста-Рики. Сенегал вырывается на 22-е место. Африканцы за счет победы над Мали увеличили победный отрезок до 5-ти матчей. С кем сыграют Сенегальцы на Кубке Африканских Наций? Когда он начнется, узнаете из специального выпуска, подсказка будет вверху. По сравнению с прошлым годом, Сенегальцы поднялись на 5 мест. Заметьте, что из перечисленных команд только 3 не участвовали на чемпионате мира. Италия, Нидерланды и Чили. Уэльс на 23-й ступеньке. Однако у этой страны пока что самый существенный провал. Минус 4. Но другой сборной не повезет еще больше. Валийцы, у которых в составе Бейл, уступили в двух матчах Хорватии и Венгрии. Год назад Уэльс занимал 18-е положение. Украина на 24-м месте. Две июньские победы. С общим счетом 6-0 переместили ее сюда с 27-го этажа. Год назад команда Шевченко находилась на 35-й строчке. Вторая африканская страна, Тунис, также поднялась, но на 3 позиции. Оказывается, этой сборной удалось обыграть Хорват и Ирак в контрольных поединках. По сравнению с прошлым годом, участник чемпионата мира опустился на 4 места. Австрия с 3-4-го вскочила на 26-й этаж. Плюс 8 вверх. Что произошло? Команда выиграла в отборе на Евро-2020 у Северной Македонии и Словении с общим счетом 5-1. Вы удивитесь, но сборная за год вернулась на свое 26-е место. Следом идет Румыния, которая станет одним из организаторов чемпионата Европы 2020 года. Вчера был выпущен ролик на спортивном «Что нужно знать про турнир?» Думаю, что некоторые вещи вас заинтересуют. Румыны в июне не проигрывали, однако 2 места в таблице утеряли. Почему? Здесь очень большая плотность. Разница составляет несколько очков, поэтому команды легко поднимаются и также легко опускаются. За год прогресс сборной Румынии составил плюс 3. Мало, но это лучше, чем топтаться на месте. Верно? Северная Ирландия и Япония, набрав по 1496 очков, удерживают одно и то же место. 28-е. Европейская команда, одержав 2 победы, поднялась на 5 мест. Азиатская, выиграв и сыграв ничью, понизилась на 2 этажа. Еще год назад они даже и не думали, что будут соседями. Северную Ирландию и Японию разделяло 32 строчки. Сборная США в товарских играх уступила Венесуэле и Ямайке, что привело к падению на 6 позиций вниз. Но опять-таки повторюсь, от Австрии их отделяют всего лишь 3 очка. Сборная Штатов за год потеряла 5 ступеней. Интересен ли кому-то вообще кубок Северной Америки? У Словакии плюс 1, команда добыла 2 победы с одинаковым счетом 5-1. Как и у США, у Словаков торможение. В прошлом году их место было под номером 28. Ирландия, Венесуэла, Сербия теряют 3, 4 и 5 мест в таблице соответственно. Ирландия победила карликовую сторону и здание скатало ничью. Сербия проиграла Украине, но выиграла у Литвы. А вот Венесуэла провела товарищескую игру, победив США и уступив Мексике. Год назад ирландцы, сербы и венесуэльцы были приблизительно здесь же. А вот Исландия, которая в новом рейтинге на 35-й строчке свое прошлое 22-е место никак не может вернуть. Но делает для этого все возможное. Победа над Турцией и Албанией плюс 5 вверх. Парагвай и Южная Корея остались при своих. Команды год назад о соседстве и не мечтали. Их разделяла пропасть в 25 метров мест. У Парагвая победа и ничья в июне. У южнокорейцев тоже самое. Турция повысилась на 2 ряда. Вместе с южнокорейцами у них одна позиция. Победа, как вы знаете, над чемпионами мира и фиаско от исландцев. За год команда потеряла одно место. Коста-Рика падает. Вместе с Боснией у них 39-я ступень. Напомню, что Коста-Риканцы удерживали прошлым летом 23-ю строчку, а Боснице – 40-ю. Обе сборные в июне потерпели поражение. С той разницей, что у североамериканцев была одна игра. Далее идут рекордсмены-передовики. Чехия поднялась сразу на 7 позиций, а вот их сосед Венгрия – на 9. Венгры обыграли Уэльс, который в рейтинге их выше, а также Азербайджан. У Чехии было также два триумфа – над черногорцами и болгарами. Чехия в 2018-м была 46-й, а Венгрия – 51-й. Австралия имеет 1436 очков. Команда была вынуждена опуститься на два ряда. 7 июня они провели встречу с Южной Кореей, которой уступили минимально. В прошлый раз Австралия занимала 36-ю ячейку. У сбора России две победы. Количество очков стало таким же, как и у австралийцев, что поставило их на один уровень в рейтинге. Прогресс команды Черчесова составил плюс 3, а за целый год – плюс 27. У следующих двух команд Шотландии и Нигерии также одинаковое количество рейтинговых баллов. Они соседствуют на 45-м месте. Оба коллектива с апрельского обновления потеряли. Европейцы выиграли и проиграли, а африканцы сыграли в ничью. Имеют 8 поединков к ряду без поражений. Несмотря на столь низкое положение, Нигерия в Африке – третья сборная. За год Ниджерия поднялась на три ступеньки, а Скотланд потерял три. И еще одна пара соседей – Марокко и Норвегия на 47-м месте. Отставание от лидера составляет 311 пунктов. У скандинавов поражений не было, у африканцев был один проигрыш. Вы видите положение команд в июне прошлого года. Марканцы были 41-ми, а норвежцы – 53-ми. Закрывает ТО-52 африканские сборные – Республика Конго и Гана. Обе они упали по сравнению с прошлым обновлением. Позиции остальных стран вы видите на своих экранах. Озвучу падение Греции на 9 позиций. Болгария опустилась с 51-м на 57-е место. Беларусь на 82-м, потеряв одну ступень. Армения благодаря двум победам возвысилась на 9 этажей. Азербайджан, потерпев 2 проигрыша, потерял 2 места, теперь 110-й. У Казахстана, который на 114-й позиции, после апрельского обновления – плюс 2. Сборная Косово взяла разбег и прыгнула на 6 метров. Спасибо за внимание. Ставьте класс, если информация была полезной и интересной. Рекомендую ролик про чемпионат Европы. Услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok